Как это ни странно, но у Дмитрова уже очень много лет нет своих водных ворот. Большая часть канала имени Москвы проходит через Дмитровский район, но ни одной пассажирской пристани в последние годы построено не было. Эту экономическую несуразность, похоже, уже скоро исправят. Это было давно мое обещание, дано нашим жителям создать вообще хорошую зону отдыха вдоль всего канала. Самая большая протяженность канала проходит на территории Дмитровского района и, конечно, не использовать вот этот такой природный подарок, мы просто не имеем права. Компании «Архитектор и Гавань» при поддержке районных властей осуществляют многоэтапный проект по возведению на месте бывшего грузового причала нового жилищного комплекса – пассажирской пристани, церкви и детского сада. В середине 18 века напротив пристани существовал храм в честь благовещения Божьей Матери и с боковыми пределами в честь святителя Василия Великого и преподобного Сергия Игумена Радонежского. И строительство канала полностью уничтожило этот храм. И вот сегодня, восстанавливая такую историческую справедливость. Уникальность современного проекта пассажирской пристани с набережной – особая ночная подсветка объекта. Она имеет несколько режимов работы и делает набережную самым ярким и эффектным местом Дмитровского участка канала имени Москвы. Помимо пристани на месте бывшей администрации грузового причала будет возведен небольшой гостиничный комплекс. Также здесь будет действовать ресторан, где гости нашего города смогут отдохнуть в ожидании пассажирского теплохода. Пристань возводится исключительно на частные деньги, но на земельном участке, принадлежащем муниципалитету. И этот проект – пример партнерства муниципальной власти и частного капитала. Поэтому и капсулу вознаменования начала строительства пассажирской пристани вложили Валерий Гаврилов и руководитель этого проекта Тимур Челебиев. На месте будущего личного вокзала еще недавно располагался грузовой причал. В последние месяцы прошлой навигации были демонтированы тяжелейшие грузовые краны. Технику для их разборки и погрузки пришлось заказывать в Москве, ведь каждый весил около 140 тонн. На барже все оборудование бывшего грузового терминала было перевезено в Московский Северный порт. Сам порт в Москве пока не закрывается. Но когда будет построен новый грузовой порт в Дмитровском районе у деревни Татищево, судьба северного столичного грузоприемника будет под большим вопросом. А вот Дмитровская пассажирская пристань уже скоро точно станет главным туристическим пунктом на канале между Дубной и Москвой. Кстати, в новом храме Сергия Радонежского будут не только проходить службы, но и откроется воскресная школа и будет действовать трапезная. Редактор субтитров А.Семкин